Девушки отдыхают Но его на этом не закончилось На Олимпийских играх 1952 года Виктор возьмет 4 золотые и 2 серебряные медали в гимнастике Вместе с ним в первую сборную СССР вошли блокадники, узники концлагерей, фронтовики Через спорт они докажут, что человеческий дух может привести к успеху даже во времена краха человечности Наша история будет об этих первых советских олимпийцах После создания Советского Союза в 1922 году страна была политически, экономически и культурно изолирована СССР не приглашали к участию в международной жизни Да и не было ресурсов на участие в соревнованиях Нужно было строить страну заново Спорт помогал перевоспитывать сотни тысяч ребят С тяжким наследием гражданской войны, беспризорностью В 1920 году правительство объявило физкультуру ключевым элементом Для построения сильного и здорового социалистического общества Ежедневная зарядка стала обязательной повсюду Государство тратило немалую часть бюджета на бесплатное спортивное сооружение во всей стране В распорядок дня наших детских садов включены занятия физической культурой Производственную гимнастику на тысячах советских предприятий называют пятиминуткой бодрости При этом Советский Союз десятилетиями не участвовал в Олимпийских играх Из-за идеологического противостояния Игры 1952 года в Хельсинки стали первыми Одна из их чемпионов – Галина Зыбина Папа у нас такой хозяин, мы с ним с пяти лет дрова пили и кололи В шесть утра уже двумя ручками тренировалась вовсю В семье у нас было много детей всегда И двор был полон нами Бревно клалось, большое бревно Вверху поперечная большая доска И на ней мы там прыгали На спорт до второго этажа рукой доставали И в цирк ходить не надо было Вот я привыкла, чтобы я уставала Когда драться, да, вот там бывает Ребятки где-то подскочат Даже во дворе другой раз идешь уже пол первого ночи У тебя они зацепят Ну, сдачу получат тут же Никогда не оставляла Долгов не было Поэтому хорошо знали Меня не трогай Галина Зыбина, третья чемпионка СССР Пережила 872 дня в блокадном Ленинграде Папа приезжал на поезде в субботу На том берегу Невы И сидел на камушке покуривал А я брал лодку И шестилетний переплывал через Неву Брал его и обратно Вот по Неве ходят пароходы Я впереди становлюсь И пока он меня не догонит А там еще стимул такой есть С палубы сверху Какие-нибудь барышни там Смотрите, как он гребет Смотрите, а это мне сил придает Я еще пыжусь больше Вот И значит, вот такие тренировки И дальше все пошло, 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 пошло Команда со мной расставалась очень тяжело Потому что я был этим ключевым номером Но меня все равно тянуло в одиночку Мне казалось, что это главное Это спорт настоящий, один на один Юрий Тюкалов, второй чемпион СССР Тоже пережил блокаду Папа пришел и говорит Так завтра я тебя поведу В кружок хореографии Это было в июне уже Тогда, перед войной Первая я пошла По всем движениям Началась война Все закрылось Мне было 10 лет ERO 100 Субтитры Который Который Мил présent к городу, и быстро собирали детей и вывозили. Ну, нас тоже запихнули в машину. Вдруг говорят, скорее, скорее, немцы близко. Давайте в другую сторону, там, к Новгороду. Туда поехали, а там говорят, что нет, нет, уже к Новгороду идут. Кольцо замкнули, и мы остались. Фашисты прорвали оборону, перерезали железные дороги и вышли к Ладожскому озеру. Ленинград оказался в Балакане. Папа шел на фронт сразу же. Ему было 45 лет. Кривые пальцы. То есть он совсем не обученный. Надо и все. На дорогу выехали. Он взял и выскочил, сказал, Галя, я домой сам доберусь. Мы так вот и расстались. Больше мы его не видели. Фактически всю европейскую часть России немцы разрушили. Зажигательные бомбы. Прямо вот это, как горох они летят. Половина этих бомб мимо. А мы, что мальчишки, выскативали из подворотни. Раз горячий схватаешь, и все. У меня два уже осколка, а у меня три уже. Вот так. Ребенок есть ребенок. И вот хватаешь за стабилизатор ее и в воду. Вместо тренировок 12-летний Юра работал водовозом. Набирал воду из Невы для огородов блокадного Ленинграда. Вместе с бомбами на Ленинград полетели садистские листовки. Сегодня мы будем бомбить. Завтра вы будете хоронить. Папа с фронта написал, да, сидите пока. Должны были уехать до узловой станции Красные Струди. А в это время немцы бросили десанты и захватили Красные Струди. Мы бы оказались в плену у немцев. А так оказались среди трупов. Зима 41-го года пришла рано и выдалась на редкость суровой. Замерз водопровод. Кончилось топливо. Встал транспорт. У нас в соседней комнате лежал труп дяди Ваня, дядюшка мой. Его хотели хранить, но гробов-то не было. Просто завернули на столе. Только день прошел, тетя Шура, жена его умерла. Она в постели. А Андрюшка, мой брат двоюродный, его поручили в крупные ученые. На третий день Андрюшка пришел с работы и умер. И тетка Зина не вышла. И вот так мы с мамой и четыре трупа приехали. Только в начале месяца машины их забрали. Выбиты стекла и 41 градус мороза. Представляешь, уже как палки были. Их так вертикально, как эти бараньи туши. Вот так вот. Не клали, а вертикально ставили в кузове машины. Единственное, мы спросили, куда? А вот на Оксинское кладбище повезли. Братчики им одевали. Только за три месяца, первые военные осеньки, в Ленинграде снижались продовольственные нормы пять раз. Блокадный паек, 125 граммов хлеба из целлюлозы и мельничной пыли. Ели лепешки из клея. Поджаривали их на олифе, на масляной краске. Хлеба нет. Надо было стоять в очереди. Бывало, по двое суток стояли. А с 40 градусов, это друг к другу. Вот так стоишь. И все, там выйти нельзя. Если я выйду, меня уже больше никто не пустит и никто не видит. Уже все закрыты. Значит, тут только мама придет. И тогда я пойду греться. Часа через пять я приду. Хлеб не привезли, а муку привезли. А брат там кричит, Галя, скорее, 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 а то мама совсем ушла уже. И когда я прибежала с мукой, мы в кипяток эту муку. Вот так. Она ее схватила и выпила, тетя Настя. И тут уже хорошо кипяток был. Мы снова и маму спасли. А тетя Настя, она через неделю умерла все же. Несмотря на всеобщий голод, Галина Зыбина работала, помогала матери убирать помещение. У нас была конюшня, там лошадь была. Ну, эту лошадь, конечно, съели давно. А в эту конюшню бросали покойничков. Умирают на улице, его подбирают, и в этот сарай. Падали, и в снег все-то порошатые. Нельзя падать было. Это уже был закон. Я уж покойников страшно боялась. И в детстве даже, боже упаси. А здесь, ну, аккуратненько идешь и обойдешь, потому что покойник – это чужий человек. Любой человек остается человеком. Думаю, ну, как же это вот действительно было так тяжело, и мы это все, ну, принимали как есть. И боролись с этим, ну, все. Я говорю, еще танцевали потом уже. Хватало на это силы. Композитор Дмитрий Шестакович создает в эти дни свою знаменитую седьмую симфонию. Впервые оркестр исполнил ее в осажденном Ленинграде. Музыканты были отозваны прямо с фронта. Ну, наверное, это вот такой русский характер. Бороться мы умеем. И защищаться тоже умеем. Музыканты были отозваны в северном Ленинграде. А может, не было войны, И людям все это приснилось, Опустошенная земля, Расстрелы и концлагеря, Хаты не братские могилы. А может, не было войны, И у отца с рождения шрамы, Никто от пули не погиб, И не вставал над миром гриб, И не боялась гетто мама. А может, не было войны, И людям все это приснилось. Тринадцатикратная рекордсменка мира Зыбина Галина Ивановна. Галина Зыбина начала профессиональные тренировки В метании копья и ядра Сразу после снятия блокады В 1944-м. 44-го сентября, Когда мы пришли, проверили нас Фискультуру, Но девочки вообще никакие. А мальчики, наверное, еще хуже. Все берут такой тряпочный мяч, Ничего же не было. Из чулок сделан, сшит мяч, И этот мяч бросает стенку на резкость. Я его этот мячик как рванул, Он прям вскочил, что такого не видел, Чтобы грамотно метать. Он говорит, ну-ка покажи, Можете метать? Я говорю, могу. Ну, все, я это с трех шагов Эту гранату как запустила Через все деревья. Потом искали, так мы ее и не нашли. Он говорит, вот это да. Вот и все. Вот так я попала к Алексееву. Приезжала с тренировки, Еле живая. Я честный, он мне скажет повторить три раза, А я сделаю четыре раза повторить. Вдруг я ошибаюсь. В 1946-м уже ставила рекорды нашего города. В ядре, в диске, мяч с петлей. Возрастом моего 15 лет. На этой олимпийской регате в Кельжинке была одержана первая великолепная победа Юрием Сергеевичем Тепановым. Для нас лично, гребцов, условий совершенно не было. Нам нужны какие-то длинные прямые участки воды. Кто-то подсказал, что вот существует у нас колхитская низменность. Это было знаменитое малярийное место. Болото, в общем. Значит, вот идешь на лодке, а перед тобой змея вот так вот переплывает. Из 360 дней, 300 дней идет дождь. Юрий Тюкалов вернулся к тренировкам по окончании Великой Отечественной войны в 1945-м. И вот в таких условиях, вымок под дождем накануне, на следующий день одеваешь все мокрое и идешь на тренировку. И на тренировке по 40-50 километров. Энтузиазм был такой. Хотелось, я не знаю почему, но не думали о том, что можно перетренироваться, вот это все, как пьяный на буфет. Значит, так и мы. После Великой Отечественной войны Советский Союз стал одной из сил, определяющих мировую политику и экономику. Его впервые пригласили показать себя в культурных мероприятиях на международном уровне. Это было приглашение на Олимпийские игры 1952 года в Хельсинки. Здесь впервые увидели большое неизвестное. Так писали в газетах о советской команде. Зрителям и правда было неизвестно о том, через что прошли спортсмены из сборной СССР. Первую олимпийскую медаль Советского Союза выиграла Нина Пономарева, родившаяся и выросшая в ГУЛАГе в окрестностях Нижнего Тагила. Ее родители познакомились в ссылке. 51 метр 42 сантиметра. Это был наш первый олимпийский рекорд. Самая первая олимпийская чемпионка это Нина Пономарева. Я второй. Я 23 июля. Галя Жибина третья. Это Гальку задевает часто. Мы первые все, говорит. В те годы холодной войны не обошлось без высказываний, что успехи русских у себя на родине ничто иное, как коммунистическая пропаганда, что советские спортсмены наверняка провалятся в Хельсинки. Трудности мы не боялись, потому что мы были закаленные в боях Великой Отечественной войны, и нас это не страшило. Просто была тревога за то, как мы выступим, и какой уровень современной мировой гимнастики. В Хельсинки советские гимнасты были новичками. Сказалось отсутствие опыта международных встреч. Виктор Чукарин показал обязательные вольные упражнения, не совсем соответствующие олимпийской программе. Но проявив огромную силу воли, он продолжал борьбу буквально за сотые доли баллов на кольцах, в прыжке, на перекладине, на брусьях. Рассказывают, что когда Виктор Чукарин вернулся с войны домой, его не сразу узнала собственная мать. И Виктор Чукарин победил. Он завоевал почетную золотую олимпийскую медаль абсолютного чемпиона по гимнастическому многоборию. Виктор ушел на фронт добровольцем в 20 лет, попал в плен и прошел через 17 концлагерей. При освобождении он весил 40 килограммов и едва мог отжаться от пола. Он был узником концлагеря, и немцы, то ли уходя, уже решили расправиться и погрузили на баржи, и должны были баржи взорвать. Из-за размера концлагеря барж с узниками было 4. Нацисты успели взорвать 3 из них, когда вмешался английский сторожевой катер. Виктор был в 4-й. Первыми чемпионами СССР также стали. Анатолий Богданов вырос в детдоме в блокадном Ленинграде. Воспитатели, не зная фамилии родителей, дали фамилию Богданов, богом дан. Во время войны служил юнгой на катере. В Хельсинки он возьмет золото в произвольной винтовке из трех положений. Яков Пункин. Еврей. Танкист. Прошел через концлагеря Фулин, Оснабрюк, Магдебург, выдавая себя за мусульманина Осетина. После освобождения из лагеря весил 36 килограммов. Присуждая ему победу в греко-римской борьбе, судья поднимает руку Якова, и, заметив на ней лагерный номер, бросается его обнимать, показывая похожий знак. Оказывается, что оба они были в одном концлагере. С первых же минут Щербаков активно начинает бой. Его удары точно достигают цели. Сергей Щербаков воевал в диверсионной группе подрывников. Награжден за подрыв коммуникации в тылу противника, уничтожение поезда. Также вынес раненого товарища через линию фронта. Получил два ранения в 1942-м в ногу. Сумел отговорить хирургов от ампутации, только стопа перестала сгибаться. Несмотря на почти неработающую конечность, в 34 года Сергей возьмет серебро в боксе, полусредний вес. Молодой спортсмен Иван Удодов выступает в легчайшем весе. Иван Удодов в 1941-м был пойман немцами и отправлен в концлагерь Бухенвальд. При освобождении весил 30 килограммов. Солдаты выносили его на руках. Врачи прописали Удодову занятия спортом для выздоровления, и в Хельсинки он завоевал золото в тяжелой атлетике. Йоханнес Коткас – чемпион олимпийских игр по классической борьбе в тяжелом весе. Йоханнес Коткас потерял отца в Первой мировой войне, а сам воевал в составе эстонского стрелкового корпуса во второй. На Олимпиаде берет золото в греко-римской борьбе, в весе свыше 87 килограммов. Не помешало даже сломанное ребро. Выступает Гранд Шагинян. Гранд Шагинян долгое время ходил с тростью. Нога из-за ранения, полученного в боях, не сгибалась. Несмотря на это, на Олимпийских играх взял две золотые медали на кольцах и командной гимнастике, и две серебряные медали на коне и в многоборье. Все знают о том, что писалось о нас, и когда ожидали советскую делегацию. Ее приезд в Хельсинки – это какие-то необузданные медведи на грани какого-то первоотбытного общества. Почти каждый день в начале на флагштоке срывали наш флаг. Мы же вынуждены были поселиться соцстраны отдельно, капиталистически отдельно, ходить подов по три человека. При каждой делегации был сотрудник КГБ. Их называли «шепчу-шепчу». Товарищ Сталин боялся, чтобы нас правильно кормили. Поэтому мы ели свои продукты все. Мы почти не выходили, потому что боялись, что нас украдут или идут куда-нибудь. Чего нам было 21 год, и мы были, в общем-то, запуганы. Существовал железный занавес и противостояние Америки и мы. А моим главным противником был на первых порах Джек Келли как раз. Миллионер американский, его сестра Грэйс Келли, принцесса государства Монако. А в то время установка была – кровь из носа, а у американца выиграть нужно. И вот здесь у меня первая проверка была, я у него выиграл. А потом уже, вот, когда вторая гонка с австралийцем, с полицейским, ну, что у меня был вес 69 килограмм, блокадник, все это. А там двухметровый полицейский. У меня лодка весит 18 килограмм, у него 16. Как же так? У него весла и рукоятки специальные, красные, рифленые. А у меня камера от велосипеда гвоздиками прибита. И выиграл. Вот почему выиграл, не знаю. Все были уверены, что на одиночке победит чемпион предыдущей Олимпиады австралиец Мервин Вуд. Но Тюкалов предложил такой темп, что Вуд его не выдержал, отстал. И советский гребец первым закончил гонку. Победа рабочего паренька Юрия Тюкалова стала сенсацией Олимпиады. Соперница у меня на 13 лет старше все. И в копье, и в ядре. Но были в разные дни. А когда мы приехали, они поменяли. И ядро, и копье сделали в одно время и в один день. И я как собачка бегала. Копье метну, шипы переодеваю, шипы разные. Бегу на ядро. Вот так вот. Ядро оттолкало, а потом в финал по одному. Судья подошел ко мне и показывает, толкать надо. Ну я пошла и толкнула. Вот 15-28, мировой рекорд. Последняя попытка. В финале Галина Зыбина вновь убедительно продемонстрировала свое превосходство. Соревнования по метанию копья начались более чем с часовой задержкой. В результате Зыбина перегорела и заняла только четвертое место. Но выиграла толкание ядра с новым мировым рекордом. Я выиграла ядро, я весила 69 кило. А сейчас они весят по 120. А я 69. Балерина. Так летом 1952 года встречала Москва наших первых олимпийцев. Цветами, улыбками друзей. Вы знаете, что я получил за Олимпийские игры первые? Три метра материала на пальто, драпротин. Три, двадцать на костюм. Я был доволен. Потому что я перед этим несколько лет ходил, а папа вернулся с фронта. Я бы в Ошенеле ходил. Но не это главное. Главное, я золотую медаль получил. Знаглая, я города принес. Радость. Мною гордятся. Хорошо. Вот, к новым рекордам юные физкультурники. Сейчас такого не услышишь. Сижу в автобусе во Франции. Приходит эргозорянец. И говорит, Галя, Пикассо требует, чтобы мы тебя показали его. И меня притащили туда. А он маленький, курчавый, такой живой. А я не знала, что такое Пикассо. Ну, честно говорю, я слабенькая в этом отношении. Он говорит, да. Скажи, пожалуйста, а ты можешь показать, что это такое ядро? Я говорю, как, ядра с собой нет. А я говорю, кирпич у вас есть? Ну, он принес. Я, значит, так плохо, ужасно плохо себя сейчас. Я вот так размялась тут же при нем. Пиджачок-то расстегнула. Юбку взяла, задрала выше колена. Потому что мне не шагнуть же в этой юбке. И так туда-сюда, с места. Раз. И через всю его, весь его сад полетел этот кирпич. Он смотрит на меня и говорит, это не ядро, это не спорт, это балет. Вот это художник определил технику. То есть красиво. Над техникой надо работать. А это тяжело. А это не хотят. А у нас коммерческие. Коммерческие. Я говорю, ну да, купи-продай. У них менеджер. Он там договаривается, за сколько он ее продаст. Сколько она получит, если она выиграет. А у нас этого не было. Мы ничего не получали. Вот разница в этом у нас вся. У них на деньгах построено. А у нас было сделать красивое далеко. И принести победу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...